Я читаю из книги Ивана Петровича Плет «Капля росы». Чтение на каждый день. Верующим необходимо любить друг друга, иметь тесное общение между собой, но к Господу у них должно быть особое тикотение. Варнава посетил недавно образовавшуюся церковь, уверовавшие были незнакомы ему, по крайней мере большинство из них. Но Варнава знал, что ему следует делать в первую очередь. Необходимо привязать новобращенных к Господу. В Коринфской церкви верующие были привязаны к людям. Они говорили «Я Павлов», «Я Аполосов», «Я Кифин». Апостол Павел увещал их. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Первое послание к Коринфянам, первая глава, 12 и 13 стихи. Варнава убеждал всех держаться Господа, не людей. Верующим необходимо любить друг друга, иметь тесное общение между собой, но к Господу у них должно быть особое тикотение, вызванное любовью и преданностью. Павел, Аполлос, Кифа – это благословенные труженики, но они не могут и не должны заменять Господа. Верный служитель Божий всегда будет заботиться о том, чтобы соединять верующих с Господом, а не привязывать к себе. Апостол Павел говорил, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу, чистую девою». Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Только лжебратья ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Послание к Галатам, 4 глава, 17 стих. При свитерам апостол Павел говорил, «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяние апостолов, 20 глава, 30 стих. Даже Дух Святой обращает внимание спасаемых не на себя, а на Иисуса Христа. Господь говорил, «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14 стих. «Тем более человек не должен выставлять себя, как написано, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Второе послание к Олимпинам, 4 глава, 5 стих. Итак, Варнава был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Он убеждал всех держаться Господа. Усердие этого служителя содействовало тому, что приложилось довольно народа к Господу. Так совершалось дело Божье в первоапостольской церкви. Служители проповедовали Христа. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу. «Множество мужчин и женщин». Иоанн Апостолов, 5 глава, 13 и 14 стихи. «Множество мужчин» Продолжение следует...